Юпитер начинает ретроградное движение. Меркурий и Венера меняют свои знаки. Всё это ожидает нас на предстоящей неделе. А теперь давайте обо всём поподробнее. Главным событием недели будет то, что Юпитер начнёт ретроградное движение. Чтобы вы не пугались, это происходит каждый год, осенью. И это не новое для нас событие. Единственное, что Юпитер меняет свои знаки, и он влияет на разные сферы. Юпитер это про тему финансов, про тему обучения, документов. Обязательно относительно этого события будет отдельный выпуск. Не пропустите на моём ютуб-канале неделю, когда будет ретродвижение Юпитера. Я расскажу подробнее, что он принесёт для каждого знака зодиака. Не забудьте подписаться. Ну а собственно к самой неделе она более благоприятна относительно предыдущей, поскольку наконец-то закончился коридор затмений. И смело можно планировать какие-то важные дела. Какие энергии этой недели? Могут всплыть моменты, связанные с темой каких-то штрафов, или просроченного обучения, или необходимости решать финансовые вопросы с документами. И всё это как-то внезапно может проявиться. Поэтому, пожалуйста, берите терпение. И попробуйте не паниковать, а спокойно решать все свои дела. Ну а теперь давайте, собственно, по событиям. 9 октября Юпитер начинает ретродвижение. Это продлится несколько месяцев. Даже в 2025 году Юпитер всё ещё будет двигаться ретроградно. И это чудесное время для того, чтобы завершить старые дела, связанные с обучением. Если у вас были какие-то долги по обучению, если какие-то документы лежали незаконченные, или, к примеру, вы хотели наладить порядок, навести порядок в каких-то документах, тоже будет благоприятно. Но общая картина этого периода – это тема неких задержек. Следующим будет 10 октября. Меркурий перейдёт в знак весы. Меркурий – это про наше мышление, про наше умение коммуницировать. Меркурий в весах – это про неопределённость, когда сложно принимать решения, больше втянет в тему творчества, направление такое, что решите за меня, или давайте решим это потом. Поэтому если вам предстоят какие-то важные переговоры, лучше не 10 октября. И если впоследствии на этой неделе тоже нужно где-то отстоять своё мнение, поговорить, то заранее подготовьтесь, наберитесь аргументов и тогда вступайте в беседу. То есть не нужно идти и думать, что всё получится само собой. Здесь нужно будет подготовиться. 13 октября Венера переходит в знак Скорпиона. Венера у нас отвечает за наши эмоции, за тему личной жизни, тему отношений и тему творчества. С этого периода, сам, конечно, день 13 октября неблагоприятен для выяснения отношений или каких-то перемен, связанных с темой личной жизни, принятия решений, к примеру, о совместном проживании, о расставании тоже не очень благоприятно. Но этот транзит, он нам может принести соблазны. Если вы в отношениях, если в этот период у вас проявляется возможность ещё каких-либо отношений, будьте, пожалуйста, на чеку, потому что Венера будет проверять пары на их искренность. И это период проявления ревности у партнёров, очень такой сильный и концентрированный. Многих из вас может потянуть на эксперименты, вот в ближайшие октябрь, в ближайшие числи, начиная с 13-го, эксперименты с внешностью. Это может быть какой-то яркий цвет волос, персинг, татуировки, хочется выделяться или даже просто захочется поменять стиль, быть более ярким. В принципе, экспериментировать можно, если это обдуманно. Период для этого тоже подходит. Относительно планирования на этой неделе, лучше не планировать важные дела на 9-е, 10-е, но в целом, так как коридор затмений у нас закончился, все остальные планетные периоды в достаточно хорошем положении, можно планировать на остальные числа и начинания, и важные дела. Вот такой нам предстоит неделя. Надеюсь, информация была полезной. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok